Можем начинать? Да. Добрый день. Я прежде всего хочу поблагодарить вас, всех, кто откликнулся на мою просьбу на сегодняшнюю встречу. Поверьте, эта встреча была инициирована тем, что недавно на сайте Репост журналист Наталья Мизюкина выложила статью, где указывается о том, что в отношении меня, как руководителя коммунального предприятия, возбуждено уголовное дело, уголовное проваджение, уголовного дела сейчас нет, называется уголовное проваджение. Я не знаю, что побудило Наталью сделать такой шаг, потому что, я думаю, что журналист, который выкладывает такие вещи в интернет, наверное, должен руководствоваться логикой, объективностью прежде всего, для того, чтобы можно было всесторонне осмотреть все вопросы. Сразу обвинить человека, это просто, наверное, и, может быть, в погоне за рейтингом, погоне за чем-нибудь таким остреньким, и учитывая, что, может быть, и Наталью ввели в заблуждение, потому что за последние два дня у меня неоднократно были встречи с руководством полиции, и руководство было само удивлено, почему было так преподано эта информация на полицейском сайте. Мне бы не хотелось думать о том, что это ошибка журналиста, которую, кстати, они потом и написали, что название было ошибочно и было изменено, то есть уже было понятно, что какая-то ошибка была допущена, что эта ошибка была просто из-за того, что либо неправильно была подана информация полицейским сайтам, либо кто-то попросил ее это сделать. Я думаю, что, учитывая, что я много лет знаю репост и всегда очень с уважением относился к ее журналистам, которые действительно всегда освещали все вопросы объективно, исследовав и подавая информацию, имели обе стороны вопроса. Что касается того, что действительно было заявление жителей нашего здания, строителей 7, но я хочу сказать, что первое заявление, жалоба поступило в октябре месяце. То есть, если вы потом отследите цепочку, вот как вы журналисты проводите, пишут в основном 3 человека из 330, которые живут здесь. Только 3 человека. Стружук, Ткач, Дропчук. Я уважаю каждого человека, который живет в этом здании, потому что мы работаем как коммунальное предприятие для жителей этого здания. С того момента, когда мы получили в собственность города это общежитие, поверьте, это были самые сложные, особенно 2014 год, это были самые сложные, самый сложный год в становлении коммунального предприятия. Очень многому приходилось учиться с колес, как говорят, очень многое приходилось набивать шишки, исправлять и так далее, и так далее. Но мы никогда не позволяли себе ни обманывать наших жителей, ни допускать тех ошибок, которые могли бы повлечь за собой какие-то финансовые нарушения, и могли бы отразиться на жителях нашего здания. Поэтому, прежде всего, я хочу, чтобы сегодня, вот сейчас, зачитать вам, то есть для того, чтобы мы сняли сразу некоторые вопросы, я попросу журналистов, вот у меня письмо, ответ, я его зачитаю. МВС Украины, Национальная полиция Украины, следствие отдела Южненского ВП, Коментаринского ВП, ГУНВП Украины в Одесской области, директор УКП ГЖК Яценко. На ваш запись поведомляю, что, сгідно с Единым реестром досудовых расследований, будь-якого криминального проведения, в котором вы, Яценко Вадим Петрович, малый статус, предозванный, не мае. Я думаю, что для вас, как для журналистов, которые подавали эту информацию, будет одним из поводов дать то же опровержение, что либо вас ввели в заблуждение, либо не до конца была отработана информация. Что касается непосредственно тех жалоб, которые были освещены в тех жалобах. Я хочу вернуться к тому, что еще в октябре месяце была подана жалоба. Подавали жалобу в прокуратуру Одесской области, в Главное управление национальной полиции Одесской области. Обращение было к мэру нашего города. Это в финансовое управление, сейчас по старому укру, сейчас она финансовая инспекция. И с того момента, когда первое, а причем подается одно и то же, то есть ничего нового не меняется. То есть текст один и тот же, везде подается всей информацией, причем периодически через каждый месяц, два или три. По факту первого, ну и сегодняшнего заявления проводятся проверки. Что значит проверка? Приезжает любая прокурорская проверка, приезжает и покажите нам, пожалуйста, материалы, которые отражены вот в этом заявлении, на вас жалобы. Мы подготовили, а у нас уже оно стандартное, понимаете, потому что у нас ничего нового быть не может. Мы подготовили один раз ответ на эту же жалобу, и она повторяется, мы даем те же самые ответы, которые они другими быть не могут. Здесь говорится прежде всего, и то, что сейчас, вот то заявление, которое подано свежее, 26 февраля, где указывается, что был сфальсифицирован документ о проживании, что человек не подписывал и так далее, претензионно обращается. Значит, я хочу сразу отметить, что для того, чтобы что-то сфальсифицировать, нужно преследовать какую-то цель, то есть, либо какую-то выгоду. В 2014 году, я еще говорю, это был год становления, могли быть допущены какие-либо документальные ошибки, которые, тем не менее, не носили никакого вреда непосредственно человеку. Стружу пишет, что у него есть бумага, которую он показывает вам всем, вы ее все видели, и он говорит, я это не подписывал. Ну, подписывал он это или нет, я не знаю. Это, я удивлен, почему эту бумагу видели все. Прокуроры, милиционеры, полицейские, журналисты. Я ее не видел. Мне ее не приносили, не показывали. И у нас в нашем предприятии этой бумаги нет. У нас есть договора с нашими жителями, где четко указано, где каждый подписался, что это его площадь, согласно технического паспорта. У меня есть бухгалтерская наша справка о том, как начислялась оплата господину Стружуку за тот период, что он здесь жил. Сейчас, секундочку. Вот она. Стружук Максим Якович, кимната 205Б. 14-й год, 15-й год, 16-й год. У него не меняется квадратура. Он живет в одной комнате. И платит за 13 квадратных метров. За 13. Куда входит его жилая площадь, площадь, коридоры, туалет, кухня и так далее. Все это входит в 13 квадратных метров. И согласно бухгалтерской справке, он и платит за 13 квадратных метров. Вопрос. Ну, что тогда он показывает журналистам? Если бы там было, как он говорит, 42 или 46, то он должен был платить в три раза больше. В три раза больше. Он платит согласно тех норм, в которых он проживает. Откуда они взяли эту бумагу? Поверьте, я не знаю. Причем удивляются даже и правоохранительные органы. Они оригинала этой бумаги не видели. Только копии. Ну, тут тоже задается вопрос. Зачем это делается? Для чего? Дальше. По тарифам. Это основная больная тема всех, наверное, не только наших жителей, нашего здания, но и, наверное, всего города. В 2014 году, когда мы приступили к работе здесь, в общежитии, очень долго, мы три месяца составляли тариф. До того, как мы пришли сюда, тариф составлял среднего городской 4,9. И мы его и предлагали 4,9 оставить здесь за этим общежитиям. 4,09. 4,09. 4,09. 4,09. И мы предлагали его оставить такой же тариф. Мы посчитали все возможные и невозможные. Но на тот момент утверждение тарифов производилось только в городе Киеве, в Державной инспекции Украины и с контролем за Тинамы. Мы подаем туда весь пакет документов, которые находятся здесь у нас, по всем, по всем. Они посчитали все. Сколько деревьев, сколько мусорных баков, сколько лестничных клеток и так далее. Все. Я даже, честно, не думал, что такой уровень, это наше маленькое здание, займет. Мы три месяца в Киеве подавали, они меняли, подавали, мы запросы делали. И вот у меня выясновок. Выясновок номер 17. Это вся Украина в 2014 году проходила через эту инспекцию. У нас 17 номер. До этого проходили только коммунальщики, которые работают с газом. Мы были единственным первым коммунальным предприятием, которое получило этот документ в Украине. Здесь расписано все, за что платится. И вот в конце висновка написано, написано, что раз рахунок экономично обрунтованных плановых витрак на послуги с утриманиями будинок и споруд и придунковых территорий визначено у размера 5,05 грн. за один квадратный метр. житлового примещения у гуртожитку по улице Будивельники в Сим. Это утверждено. Голова Державной инспекции Украины с контролизационными Киселев. Получив эту бумагу, мне уже ничего не нужно было, потому что это и есть самый высший документ, который устанавливает тариф здесь, в этом здании. Но, тем не менее, как и положено, я этот выставок надаю исполком и получаю решение Южно-Висковый конком, который утверждает, что это будет 5,05. Вот решение исполком. То есть на сегодняшний день тот тариф, который самый завышенный, да, он завышен был, на тот момент он был завышен. На сегодняшний момент он еще будет по-божески. На тот момент он был не завышен, он был реален, но, к сожалению, специфика здания сделана так, это строилось портом, строилось общежитие, и здесь очень много гуляющих площадей, которые вошли в этот тариф. Поэтому он и оказался таким высоким. Хотя я хочу сказать, изначально, когда мы в Киев приехали уже получать этот выставок, они предложили нам 6, 6,39. И вот тут мы, извините меня, упали. Ребята, вы поймите, 6,39 это не подъемное, это общежитие. Хотя я хочу сказать, это рабочее общежитие, это не студенческое общежитие. Это рабочее общежитие, где живут люди, которые получают зарплаты, а не стипендии. Хотя одесские студенческие общежития на сегодняшний день в месяц 1000-1200. Наша цена сегодняшняя, сколько места, как общежитие? 600? В зависимости от того, 680 где-то. Это в зависимости от того, какое отопление. То есть, если летом это будет 500, да, в зависимости от того, какая температура будет отопление меняться. 600. Вы представляете, студенты платят 1000-1200, а рабочие платят 600. 80 максимально. Это тот тариф, о котором все возмущались, все говорили. Причем, все эти тарифы с 14-го года висят на информационной доске. Вы когда входили, видели, доска информации. Там они уже аж пожелтели, от того, что от того клеишь, оно приклеено там лежит. Для всех ознакомление, пожалуйста, ребята, идите читайте, идите смотрите. Не мы придумали эти тарифы, не я их устанавливаю, или не моя администрация. Эти тарифы утверждены государством. Все остальные тарифы, которые у нас есть, свет, вы понимаете, это монополист, вода, водоканализация, их тарифы, они установили, пожалуйста, вывоз мусора, Юж-Транс, они монополисты, они установили, извините, с тарифами, я думаю, тут понятно. Ни единого тарифа, который мы бы здесь самостоятельно сделали, нет. Были вопросы по поводу тарифов на броня и вахту. Значит, что я хочу сказать. Есть такие положения про гуртожитки. Оно общеукраинское. Ну, каждый подготавливает его под себя. Но единое требование в этом положении это обязательная пропускная система, потому что имеется слово общежитие, должна присутствовать вахта. Обязательно. Второе, это то, что мы обязаны как администрация содержать здания и комнаты санитарно-гигиенических норм, согласно санитарно-гигиенических норм. Это предусматривает за собой смена белья. Смена постельного белья. То есть, тут либо идти в нарушение положения, либо выполнять, но тогда за это нужно тоже платить. Значит, мы также вынесли на исполком эти вопросы, где исполком были утверждены тарифы на стирку 80 гривен и на вахту 146 гривен. Положим, я хочу сказать, что может быть и не совсем оно было правильно в отношении холостяков. Потому что здесь смешанное проживание. Квартиры малосемейные и холостяки. Так вот, это время легло только на холостяков. Понимаете, они платили 146 гривен за вахту и 80 гривен платили за стирку. В то время, когда малосемейки, живущие здесь и пользующиеся той же вахтой, я не говорю за стирку, пускай там каждая хозяйка себе может постирать, но вахтой пользовались все, платили только холостяки. И вот, когда мы с управлением экономики сели разбираться во всех этих вопросах, была наша инициатива, мы предложили, давайте мы посчитаем, и было собрание общее, собрание жильцов, где я попросил, давайте мы посчитаем, сколько будет, но раскинем на всех, ведь вахтой пользуются все. Что-то случилось, где-то какая-то прорыв, где-то что-то не работает, все идут на вахту, независимо от того, где ты живешь, либо ты на койком месте, либо ты малосемейка. Поэтому на сегодняшний день у Натальи Валерьевны Гневшевой уже есть нормальный, ну как бы согласованный проект того, как это будет выглядеть в дальнейшем. Мы уравняем всех, это будет для холостяков намного ниже, но извините, хотя я вам хочу сказать, люди, которые живут в малосемейках, сами обратились, что мы хотим вахту. У нас получилась такая ситуация. Мы не знали, будет у нас работать вахта или нет, потому что вахта это финансирование. Понимаете, и когда вопрос стал, люди, которые работают на вахте, взяли отпуска для того, чтобы уйти, отгулять свои отпуска, потому что вдруг может быть сокращение. И у нас получилась вахта, которая работала только в день, только днем. За вот этот, за эти две недели, в которой не было вахты, уборщицы, наши прибральницы, которые приходят, приходят, приносят вот так вот, Владимир Петрович, посмотрите, под лестницей уже шприцы появились, уже появились эти, появилось это. Понимаете, и я в той ситуации сказал, ребята, давайте так, как бы там ни было, но мы вахту восстанавливаем и вахту будем. Поэтому у нас будет отдельный разговор еще и после, я думаю, что будет решение ВКонкома на новых, на утверждение на этих тарифах. Мы поменяем цену, цена вопроса по вахте, она будет уменьшена для холостяков, но она будет для малосемейки точно так же. То есть, цена будет одинакова для всех. Я думаю, что это будет справедливо и нормально. Теперь, что касается, опять же, дальнейшей этой жалобы, значит, по правоохранительным органам, я вам показал документ, значит, была написана жалоба, опять же, в Державную финансовую инспекцию в Одесской области. Ну, что я хочу сказать, мы подали эти документы, все, что необходимо, они вот затребовали у нас, я вам хочу сказать, баланс, звит про финансовый результат, звит про рух коштей, грошовых коштей, звит про властный капитал, примитки до финансовой звитности, звит про виконання финансового плана предприемства, пояснена записка та додатки до него, консультированный звит про экспорт, экспорт у нас нету, но импорта тоже. Что они пишут? За отсутствием рисков у финансово-господарской деятельности установок, за результатами опрацювания, наданных до Держфининспекции финансовых бухгалтерских документов, Держфининспекция прийме решение про отсутность подстав для плановых контрольных заходов в таких установах. Это говорит о том, что финансовая инспекция, получив жалобу, которую направили, опять, то же самое, она единая, я могу ее вам прочитать, но я думаю, что вы выложили репост, она выложена, каждый может почитать, то есть, тут много написано, как мне прочитали, здесь больше статей Уголовного кодекса, чем сути, что необходимо, какие тут правонарушения были сделаны. Поэтому я бы хотел, чтобы журналисты, когда определяется с тем, печатать, не печатать, вот мы вчера с Олией Годовенко говорили по телефону вечером, да, и мне очень понравилось, что она сказала, да, я человек медлительный, но не потому, что я медлительный, потому что я анализирую все, потому что я хочу всесторонне рассмотреть с разных сторон эти вопросы и только потом выдавать его в эфир. Ну и, как сказать, о том, что у нас говорили, что отключали воду и свет. Значит, я хочу официально заявить, что у нас свет отключался только тогда, когда у нас были аварии по городу, либо по нашему микрорайону. Причем, поверьте мне, я делал все для того, чтобы бригада Облэнерго, я очень хорошо знаю этого руководителя, и я к нему первым обращаюсь, чтобы приехали сюда, чтобы здесь сначала дали электричество в этот дом, потому что здесь электроплиты, здесь маленькие дети, я понимаю, что это такое, и поэтому всегда идет прежде всего сюда. Второе, вода, говорили, воду отключали, воду не отключали, вы прекрасно сами помните, начало года, сколько раз Петриков выступал по телевидению, граждане, пожалуйста, оплатите, 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 не нам, а всему городу. И потом водоканал уменьшал подачу воды по микрорайонам, и у нас в нашем доме он тоже уменьшил подачу воды, то есть до восьмого этажа вода была, а после, а свыше восьмой и девятый не было, потому что они, это их было требование, это по всему, и некоторые микрорайоны то же самое, некоторые дома точно таким же образом уменьшалась подача воды. Тем не менее, мы находим возможность заплатить и покрыть эти долги, и вода поступает нормально. Что касается, почему происходит такая ситуация, я объясню, вы знаете, когда это было портовское общежитие, и оно принадлежало порту, юткэ, южтранс, водоканал, выставляют счета, отправили в бухгалтерию порта, порт сразу за все перечислил деньги и забыл, все. Ну, извините, у порта основных средств миллиард, а мы должны платить по факту того, что мы здесь сделали. Вот потребили, пожалуйста, уважаемые жители, оплатите ваши, ваши расходы, потому что коммунальное предприятие за себя платит, мы за себя платим, а люди не платят. На сегодняшний день какой долг у нас составляет жильцов? Ну, у нас еще федраль не начислен, получается, без начисления февраля 591 тысяча это население должно за коммунальные услуги. 591 тысяча. И при всем этом, а вы знаете, что такое Свет? Это монополист. Если ты не заплатил один день, ты получаешь уведомление, что если вы не заплатите, то у вас завтра Свет выключен. Потому что мы все живем в этом городе. Здесь ни разу не было отключения Света по вине неоплаты. И я хочу объяснить, что есть коллектив, хороший коллектив, становление коллектива долго шло, но те люди, которые сегодня работают здесь, я не хочу, чтобы они были зависимы от тех, кто принципиально, заметьте, принципиально не хочет платить. Вы представляете? Человек живет, пользуется водой, светом, вывозом мусора, уборкой полностью и не хочет принципиально, потому что он считает, что это завышенная цена. Я показал, откуда раздаются эти тарифы. Понимаете? Это не я придумал. Это решение. Как можно так? И вот то, что зарабатывает предприятие, то, что зарабатывает гостиница, то, что зарабатывает кафе Рубин, идет на покрытие долгов жителей, чтобы остальные добропорядочные плательщики не страдали. Да, но страдает мой коллектив. У меня люди получают только зарплату, и мы вот стараемся, чтобы выдавали ее вовремя, но только зарплату. Премию мы не можем позволить себе, потому что мы платим за принципиальность отдельных жителей. Я считаю, что это, наверное, неправильно. потому что, ну, как бы вам сказать, коммунизма у нас уже не будет. Нужно платить за то, что ты потребил. Мы не хотим ничего больше. Пожалуйста, оплачивайте ваши потребленные, то, что вам подала любая, вода, свет и так далее, оплачивайте их, и все. Мы со своей стороны делаем все, что необходимо. И вот у меня есть акты от водоканала, когда и сколько раз они нам уменьшали давление. То есть говорить о том, что у нас не было воды нет. Когда, к сожалению, получилось так, что я должен был уезжать в отпуск, и в эту ночь произошла авария у нас на первом подъезде, на первом стояке, когда женщина забыла в стиральную машинку, выпал шланг, и просто вода текла на пол, вы понимаете. И пошло на пятый этаж, начал заливать дальше, или четвертая гостиница. И когда подняли вопрос, мы не понимали сути, что произошло. Поэтому был перекрыт, прикрыта вода, перекрыта вода, для того, чтобы разобраться, что происходит. Пока нашли хозяйку, пока хозяйка пришла, через два часа определили, что шланг упал, положили шланг на место, включили воду. Но здесь уже было телевидение, здесь уже был скандал. И меня очень удивило, что многие жители, которых я здесь видел, извините меня, мы не совсем в трезвом состоянии, общались с двумя женщинами, которые остались здесь, вместо меня. Но это некрасиво, мне просто неприятно. Теперь, дальше, есть у меня еще тоже документы, которые, люди, которые пишут жалобы, во всей инстанции, умеют не только писать. письмо городскому голове. Подпись. Ткач. Олег. Я зачитаю. 25 октября 2015 года, по инициативе домового комитета, совместно с администрацией ЖК, было организовано собрание жильцов, дома 7 по улице Строителей. На собрание прибыли, привлеченный депутат, городского света Баранюк, гидр КП ЮТК, Чугунников. На повестке дня были выняты, два вопроса. Подача отопления, заключение договора с ЮТК, борьба с должниками, вышеуказанного дома. Нас очень удивило, появление журналистов, журналистов мига, так как это собрание было организовано для решения внутренних вопросов. Поведение человека, появившегося перед камерой, было некорректным и неадекватным. Непонятна была формулировка вопросов, заданных им директору КПГЖК. До этого данный житель на собрании не присутствовал, поэтому это выступление мы расценили как провокацию в отношении как администрации, так и лично к директору КПГЖК Яценко ВП. На сегодняшний день, только благодаря усилиям и пониманию Яценко ВП у нашего дома есть вода и свет, несмотря на злостных неплательщиков. От имени домового комитета и жителей нашего дома хотим выразить благодарность за работу и помощь директору КПГЖК Яценко ВП в решении наших жилищных вопросов. Со своей стороны домовый комитет приложит все усилия для помощи администрации КПГЖК. В борьбе с должниками с уважением председателя того комитета ТКАЧ. Ребята, ну что вам сказать? Я не хотел никогда никаких вопросов возникать, обострять какие-то умные, потому что я всегда нахожусь на своем рабочем месте, любой житель может прийти с любыми вопросами, я всегда помогаю людям, если это в моих силах, насколько это в моих силах, еще ни один человек, который пришел ко мне, обратившись с вопросом, не ушел, не получившись либо помощи, либо совета, как это решить. И подтверждению этому наши специалисты делали опросный лист. Вот это все, вот это все, вот это все. Жители этого здания. Опросный лист. Заявления, жалобы, предложения. Жалобы, предложения к администрации не имею. Прошу разобраться с электроэнергией, подозреваю, что квартира 208 сидит на моем счетчике. То есть, бытовые вопросы, которые люди предлагают. Я в Южном с 85-го года. И поверьте мне, я всегда работал, где бы я ни работал, на каких должностях. И здесь, даже когда я давал вам телефонное интервью, мне было бы очень приятно было бы, если бы вы его все выложили, а не только кусочек. Я сказал, я не знаю, про что люди жалуются, и вы сразу хоп обрезали. Надо было уже все выслушать. Я сказал, что ребят, я готов открыть, пожалуйста, приходите, мы работаем для людей. Наши люди работают, мы обслуживающий персонал. И мы стараемся обслужить это здание довольно качественно. Поверьте мне, вы прекрасно все знаете историю строителей, не строителей, а Ленина 17А, общежитие. Что из него произошло потом? Что там? Убрали вахту, все. Наркомания, драки, скандалы и так далее. Это я еще по милицейской работе. Прокуратура проверяла вас, так? И мы бачили лист від місцевой коментаринской прокуратуры, где они говорят, что слідчий прокуратури Нікола Їнко досудовое расследование провел неправильно, не так, как должно быть, и сейчас будет новое расследование. Я особисто бачила, не взяла жалко тот документ, чтобы вам показывать, что вы можете нежелательно этого сказать. Хорошо. Можно вас попросить сюда? Пойдете до вас? Да. Давайте я буду, давайте будем прощать. И для камеры. Вот регистрация и дата этого сегодняшнего письма. Вот, вот. 3.03. То есть сегодняшний. Подписано кем? Ну, это слідчий Южненской прокуратуры, а пришел лист от коментаринской прокуратуры и сказали, что досудовое расследование было закрыто незаконно. И сейчас оно будет... Ну, вот, тот же документ, что я бачила, я отвечу. Знаете, у нас есть один из руководителей коммунального предприятия, когда я ему говорю, что вы понимаете, давайте жить с сегодняшним днем и с сегодняшними закономами, которые существуют. Были вільные лежки-местра и их сдавали відпочивающих. Почему так? И что тут был бардак, ходили в коридоре, курили, и творилось, бог знашу, на территории гуртожного. Да, есть этот пункт, есть этот пункт в этой заяве, вот оно у меня есть. Значит, я вам хочу сказать, абсолютно... Скажите, пожалуйста, вот эти два мужчины на лестнице, они там стояли для того, чтобы встретить Наталью Мизюкину, или же вы все-таки переживали, что еще кто-то может прийти, незапланированный на эту беседу с журналистами? Вы знаете, я хочу сказать вот что. Учитывая ту ситуацию, ту обстановку, в которой мы сегодня проводим нашу беседу, я бы хотел, чтобы она так и продолжалась, чтобы она была в спокойном, нормальном, конструктивном русле. У вас есть вопросы, я на них отвечаю, я донес то, что я хотел вам донести. Если мы соберем сейчас сюда собрание, здесь будет базар, здесь будет крик, здесь будут разборки, здесь будут какие-то опреки и так далее. Я решу, я готов встретиться с кем угодно, когда угодно, пожалуйста. Я почему собрал здесь сегодня всю прессу, которая есть у нас в городе? Для того, чтобы прежде всего сказать, показать, что, извините меня, ребята, это документ, подписанный сегодня. То есть на сегодняшний день, может быть, я же, что там пишет прокуратура, это интересно еще будет. Надо будет поедем в прокуратуру, я просто, было объявление о полиции, поэтому я обратился в полицию, надо будет обратиться в прокуратуру, я обращусь в прокуратуру, не проблема. Но на сегодняшний день я хочу попросить вас, если, как это делается, я не знаю, это уже ваша парафия, как делается, опровержение о том, что на сегодняшний день, было дано ошибочно, это объявление, заявление о возбуждении криминального проважения по директору КПГ ЖК Яценко. Я буду вам очень признателен за это, для того, чтобы мы понимали, что мы действительно живем в правовом государстве, что просто так обвинить и облиделясь у человека у нас нельзя. Я сегодня постарался со своей стороны показать вам все открыто, все, что есть в этом предприятии. Те проблемы, которые есть, конечно, они есть, они есть, их нужно решать, но это хозяйственные вопросы, которые действительно, многие вопросы мы сейчас начинаем решать с полкомом, потому что уже два года наше предприятие работает, мы до сих пор ни одной копейки бюджетной не взяли. Мы работаем только на тех деньгах, которые мы заработали. мы платим долги населения, мы платим долг ютке, мы платим зарплату, небольшую, ну как, мы платим зарплату законную, но мы не можем позволить себе премии там, или так далее, и так далее. Меня недавно спросили, Вадим Петрович, у тебя какая зарплата? Я говорю, ну у меня контракт с мэром, как и положено. На меня так смотрят, а что? И все? Я говорю, да, и все. Что, и премии не было? Не было. И интенсивности не было? Не было. Что, ни разу или нет? Почему? Я говорю, а за что мне интенсивность давать? Да, я работаю здесь сутками. Не может ни один житель сказать, что он проснулся, меня здесь нет, или он лег спать, и меня здесь нет. Я люблю свою работу, я знаю, для кого я работаю, я знаю, что такое работать с людьми, как нужно помогать людям и работать для детей. Люди Петрович, извините, Люди Петрович еще и является поможем, потому что кто-то в Верховной Раде, если вы забыли. Е-е-е-е. Нет, но все-таки давайте мы закончим, так как с нас начали, давайте я все-таки... Я прошу прощения, просто сегодня у нас-то началась встреча. Я понимаю, буквально пять минут. И скажите, Наталья Мизюкина обращалась к вам за тем, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию? Конечно, конечно. Да. Но вы отказали ей? Конечно. Я еще раз хочу сказать, я готов говорить с журналистами, с гражданами. Я же говорю, вот миг поступил интереснее. Они сделали с одной стороны и по телефону предупредили с другой стороны. То есть показали один репортаж и другой. Если бы Наталья Мизюкина, получив информацию от жителей, положила ее в стороночку, даже не говоря о том, что у нее есть какая-то информация, пришла бы ко мне, сказал, Владимир Петрович, у вас есть какие-то проблемные вопросы, такие-такие-такие. Я бы ей это все в открытую рассказал. Она бы собрала эту информацию, вы бы сели как в ваш коллектив, обсудили вот это, это, вот это, это, вот это, и выдали бы в эфир. Вопросов нет. Это объективное ваше видение. Вы вправе каждый его иметь. Так как я имею вправо на защиту того своей чести и достоинности. Понимаете? Пожалуйста, вы высказали нормально. Сначала выбрасывается грязь. Извините меня. По-другому я это не называю. Потому что это в мой адрес. Потом мне звонят и говорят, Владимир Петрович, а вы не хотите отмыться? Нет, не хочу. С вами не хочу. Потому что завтра у МИГа возникнут вопросы, потом у газеты возникнут вопросы. Поэтому я и пошел на тот шаг, где пригласил все средства нашей информации нашего города, объяснил, насколько это доступно для всех вас.